Ты хочешь новый компьютер, но мама даже и не думает покупать его? Хватит пускать слюни, вот тебе парочка отличнейших бизнес-идей для хорошего заработка. Стань бизнесменом. Кому принадлежат звезды на небе? Вероятно, никому. Следовательно, любой желающий может обратиться в международный реестр звезд и за определенную сумму назвать звезду своим именем и получить красочный сертификат, который говорит о том, что теперь эта звезда принадлежит только вам. Таким же образом можно купить участок на Луне или Марсе и построить там дачу? Почти каждый из нас имеет друзей, но мы не привыкли покупать их. Однако сегодня возможно всё, и вы можете предложить себя в качестве друга за определенные вознаграждения. Всё, что вам нужно сделать, это создать свой профиль на сайте Друг на прокат, указать стоимость часа ваших услуг и ждать, пока кто-то позовет вас поболтать за пивом, посмотреть футбол, да ещё и заплатит за это деньги. Сэмюэль Лихти придумал оригинальную идею заработка. Он организовал подписку на носки. Да-да, это как подписка на канал, только на носки. Каждый подписчик за 89 долларов получает годовую подписку на 9 пар носков, которые ему отправляются партиями несколько раз в год. Интересно, что даже такая на первый взгляд глупая идея стала довольно популярной, и многие люди готовы подписаться на получение носков, так как они слишком ленивы, каждый раз отправляться на рынок за новой парой. В Китае белых людей можно взять на прокат на день, неделю или даже на несколько месяцев. У местных эта работа называется белый парень в галстуке. Дело в том, что многие китайские компании готовы неплохо платить светлокожему иностранцу только за то, что он будет притворяться работником или бизнес-партнёром. Всё, что нужно, это быть белым, не говорить на китайском, и притворяться, будто вы только что сошли с самолёта. Как они объясняют, это заставляет людей думать, что если компания может нанять иностранца, то у неё много денег и очень важные связи за границей. Два ирландских предпринимателя уже переправили в США ирландской грязи на сумму около 1 миллиона долларов. Их компания, которая называется официальная ирландская грязь, получает заказы от ирландцев, живущих во всём мире, которые желают, чтобы им прислали немножко родной земли. Мне кажется, что это очень рентабельное дело, тем более у каждого из вас есть бабушка с безграничным источником чернозёма в виде километровых плантаций картошки. Сегодня любой желающий может нанять себе личного фотографа папарацци, который будет следить за ним с камерой целый день. Специальный сайт предлагает нанять несколько папарацци, которые будут неутомимо фотографировать вас на протяжении 30 минут, создавая впечатление, будто вы суперзвезда. Стоят эти полчаса звёздной жизни целых 550 долларов, так что счастливчики с фотоаппаратами вполне могут заработать денег таким вот нехитрым способом. Пару лет назад Джордана Серебренник открыла компанию Catch Your Cat, которая предоставляет услуги по ловле кошек. Бывает, когда ваш кот обидится, то вытащить его из-под дивана или другого уголка квартиры бывает достаточно сложно, но на помощь приходит профессионал, который всего за 80 долларов поймает кошку и отдаст вам её прямо в руки. Существуют люди, которые умудрились зарабатывать тем, что они плачут на похоронах людей. В Англии все желающие могут пригласить на свои похороны массовку профессиональных плакальщиков, которые будут присутствовать на похоронах или поминках и при этом плакать и скорбить об умершем человеке. Вроде ничего сложного, но сможете ли вы заплакать, когда на это нет причины? Любители животных, которые не имеют времени завести собственную собаку, теперь могут воспользоваться услугами специального сайта и на некоторое время приобрести себе настоящего пушистого гавкающего или писающего в тапки друга. То есть, если у вас есть домашний питомец, то вы можете легко сдать его в прокат за определенную сумму. Кстати, я вот тоже задумался над этой идеей. Продолжение следует...